Новости Об этом и другом далее подробно. В Волгодонске открыли первый диабетический центр. Город стал третьим в регионе, где открыты кабинеты диабетической стопы и ретинопатии. Ранее подобную помощь дончане могли получить только в Ростове и Таганроге. Открытие в Волгодонске ждали 4 года. Здесь проживают 5000 диабетиков. На базе центра будет работать специализированная школа, где больных диабетом будут учить жить со своим диагнозом. Субтитры создавал DimaTorzok создавалось первое народное ополчение. Сегодня мы обладаем огромной материально-технической базой, на которую позарились другие. Однако перспектива остаться без финансирования оказалась важнее независимости, рассказывает студент второго курса Алексей Кирюхин. По словам Алексея Кирюхина, их давний соперник технический университет оказался в той же ситуации, что и строительный. Ректор ДГТУ встретился со студентами строительного и заверил их, что при объединении вузов изменения коснутся лишь административной части. Научные, образовательные, культурные и спортивные направления РГСУ сохранятся, заверил ректор. Что касается ректора строительного университета, то он на днях покинул свой пост. Инициатива объединять вузы принадлежит Федеральному министерству образования. В России должно появиться 80 опорных университетов. В Ростове над рекой Дон натянут переправу. Троллей, возможно, появятся уже в следующем году. Инициатором его создания стал ростовчанин Дмитрий Каплин, сообщает пресс-служба ростовской администрации. Считается, что воздушный трамвайчик будет способствовать туризму и семейному отдыху. Кроме того, наличие переправы может помочь в развитии городского пляжа, расположенного на левом берегу Дона. Сейчас ищут место для стартовой и финишной площадок троллея по обе стороны реки Дон. Елена Гримоловская, разработавшая униформу для ростовских водителей, стала лучшим дизайнером 2015 года. Об этом она написала на своей странице в интернет. Конкурс проводил Пьер Карден. Известный модельер должен был самолично вручить награду победительнице, но в силу возраста и состояния здоровья не смог прилететь в Москву. Гримоловская шьет одежду для ростовских и российских знаменитостей. В этом году для ростовских шоферов она изготовила спецжилеты зеленого цвета. По словам модельера, зеленый успокаивает и приятен для глаз. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. В студии была Наталья Тарасова, служба информации, радио Тихий Дон.